МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но хорошее в нашем представлении у всех разное. Однако там, где мы чувствуем пронзительную боль и остро пережитое время, в котором сейчас находимся, там мы все единодушны. Мы столкнулись с настоящей поэзией. Такая встреча у москвичей произошла совсем недавно. В крупнейшем книжном центре выступила донецкий поэт Анна Ревякина. С презентацией своей поэмы «Шахтерская дочь». Наша съемочная группа побывала на этом событии, и мы с удовольствием познакомим вас с молодым поэтом Анной Ревякиной, которую сейчас называют поэтическим голосом Донбасса. Анна Ревякина – молодой поэт из Донецка, член Союза писателей России, соавтор сборника гражданской поэзии «Час мужества», получившего в 2015 году российскую национальную премию «Книга года». У нее уже опубликовано шесть поэтических книг. «Шахтерская дочь» – последняя, или крайняя, как принято говорить в Донбассе. Так было во все времена, когда мужчин провожали в забой. Так говорят и сегодня, в опаленном войной настоящем. Название новой поэмы говорит само за себя. Анна Ревятина – шахтерская дочь, верная дочь своего края, разделившая с ним его трагическую судьбу и воспевающая его подвиг. Ее часто спрашивают, почему она, молодая и успешная, остается в Донецке, где сегодня трудно. Ответ в ее творчестве. С шести лет, с первых стихотворных строчек, она воспевает свой родной город До. Пусть живет мой город, не страшась свинца. Пусть играют дети, и ветер колышет простыни. А иначе придется нам вписывать в паспорта. Вместо города До – мучительный город после. Анна делает все для того, чтобы ее город жил полноценной жизнью. Кандидат экономических наук, доцент Донецкого университета, специалист по международной экономике. Она предана своим студентам, и они отвечают ей взаимностью. У нее была возможность перебраться в благополучную Европу, там укрыть от войны и выучить сына, увезти маму. Однако она верит в то, что ее край сегодня нуждается в ней. Я люблю его, как ребенка. Не болеет ли не азяб? Как же тонко в нем все. Так тонко. Но об этом сейчас нельзя. Впрочем, в тонкости тоже сила, тоже правда и благодать. Я заранее его простила. Если будет, за что прощать? Здесь, на презентации, Анну поддерживает самый близкий человек. Это ее мама. Я ее очень люблю, вот, оберегаю, но она для меня солнце. Вот эту поэму, я, честно говоря, я прожила вместе с ней. Каждую ночь она приходила ко мне, и каждый стих, мы с ней плакали вместе, слушали. Она еще раз читала, еще раз. В общем, эту поэму я прожила, наверное, сто раз. В родном городе Анна объединила творческих людей под крышей литературной студии с поэтичным названием «Кофе-кошка Мандельштам». Это ее перекличка с языком Великой Анны Ахматовой. В студии Анны Ревятиной выступали поэты, ученые-филологи, издатели, открывая землякам мир современной литературы. Сейчас Анна принимает поэтов в своей программе на местном радио. Я в августе месяце был в Донецке с гуманитарной миссией. Мы возим периодически гуманитарные грузы. Ну и там, в общем-то, мы познакомились с Анней, подружились. Не знал, что сегодня такое интересное мероприятие, решил прийти. Анна склонна к символизму и в поэзии, и в жизни. Презентацию новой книги она решила провести в День Святого Николая. Так звали ее покойного горячо любимого отца. Так зовут героя поэмы «Шахтерская дочь» – отца героини, погибшего на войне. По дороге, где грязь окраины, там, где воины на чеку, эта девочка непрекаянная. Начинает с собой строку, молчаливую, милосердную, утопающую во тьме. Эта девочка достоверная, как война, что в моем окне. На ладонях кресты долинии, на глазах пелена дождя. Я эту девочку звать Мариейю, и она на две трети – я. Фактических совпадений с жизнью автора у героини немного, но общее у них – это место и время. Донецкий степной пейзаж и звуки разрывающихся снарядов за окном. Общее – это страх, боль и поиски правды. Это поле ржавчина старых битв, что посеет ветер степей разъятых. Терекон лежит, словно мертвый кит. Облака плывут, облака из ваты. Золоченые гулки, степной закат. Уплывает солнце за край планеты. Кто во всем случившемся виноват? Кто спасет распятую землю эту? На творческий вечер Анны Ревятиной пришли дончане, волею судьбы оказавшейся в Москве, москвичи, любители поэзии и просто неравнодушные. А после встречи с автором даже среди случайных зрителей равнодушных не осталось совсем. То, что получилось у Анни сделать в своей поэме, это, наверное, действительно окунуть каждого из здесь присутствующих человек. Не просто описать это, а окунуть его в те эмоции, которые переживают люди. Поэтому мне показалось, что я до сих пор под впечатлением от услышанного. Даже навернулись слезы. Мне кажется, Анна настоящий поэт, поэт с большой буквы. Донецк для меня город родной, любимый. Город, где прошло мое детство, юность, молодость. И город, жители которого я очень люблю. Восхищаюсь их мужеством, их храбростью в эти тяжелые последние три года. И только Донецк с его улицами, проспектами и мостами навсегда останется с ними. Будет их лучшей частью. Навсегда останется с нами. Погостами, розами и крестами. Это память, с которой не стоит бороться. Она нетленна. Я помню звук, с которым стреляют грады, ложатся мины. Но Донецк – это не просто город. Это вселенная. Донецк – это шахтерские девочки. И бездня их лебединая. Анна, велик соблазн говорить с вами о политике, а не о поэзии. Потому что вы оттуда и самого пекла событий, за которыми мы наблюдаем. Но вы однажды сказали, что я вне политики, поэзия вне политики. Насколько это возможно? Хотя я, в общем-то, согласна с таким отношением к поэзии. Потому что у политики одни интересы, у поэзии и поэта совершенно другие. Поэта интересует жизнь. И, как мне кажется, был совершенно прав Генрих Гейна, когда сказал, что если мир даст трещину, она пройдет через сердце поэта. Очевидно, поэт одинаково сопереживает обеим сторонам. Так ли это? Правильно ли я поняла ваше высказывание? Когда-то в 2014 году у меня выходила первая книжка о хронике города до безвременья. И туда вошел текст, который начинался такими строчками. Я вне политики, но это моя война. Ко мне недавно приезжал мой знакомый, человек, который занимается культурой. Он занимался культурой в мирном Донецке, довоенном. И вот эта фраза о том, что в Киеве и в прочих городах война не чувствуется. Потому что многие дончане, когда выезжают по каким-то своим делам, возможно, какие-то документы оформлять или еще что-то, говорят, что в супермаркете война не ощущается. Она не ощущается на улице, особенно какие-то цены и прочее. Я ему говорю, ну там же ты не ощущаешь войну. А он приезжает, потому что тянет. Это корневая система, Донецк такой город, который, конечно, не отпускает. Я говорю, там не ощущается война. А он говорит, ну как же не ощущается? Она ощущается, но ощущается по-другому. Она ощущается не через коммунальные платежи, не через какие-то там, не знаю, ну то есть какие-то парады или там факельные шествия. Она ощущается через гробы, которые пересекают всю страну и приезжают в дом к конкретным людям, к женщинам, которые потеряли своих сыновей. Сочувствую ли я этим женщинам? Ну, я сама мама ребенка. Я не хотела бы, чтобы мой ребенок участвовал в братоубийственной войне, потому что для меня она все равно братоубийственная. Анна, вы сейчас для наших зрителей выглядите очень красивой молодой девушкой, успешной. У вас издаются книги. Шестая книга «Шахтерская дочь». Шестая книга. Вы успешно преподаете, у вас уже поколение студентов, можно сказать. И вопрос у всех наверняка возникнет такой. Почему не уедете из этого пекла? Я ужасно люблю Москву, я ее полюбила. Я даже делаю московский цикл. Я приезжаю прям вот так, здравствуй, моя дорогая, встречая меня свадебным караваем на кольце Садовом. Но вот Донецк, я начинаю скучать ровно через три дня после того, как я покидаю его пределы. И вот вы знаете, вот эта тоска бесконечная, она появилась во мне. Она всегда была, потому что Донецк-то дом, да, то есть мы всегда по дому тоскуем. Но вот когда все эти события разразились, понимаете, вот это как, не знаю, как бросить больного в больнице, да, какого-то родственника, который там будет лежать сам и какую-то там кашу ему не принести, и там не справляться о том, как там вот он чувствует себя. Мне кажется, это какое-то, такое чувство, как за больным ребенком, вот когда ухаживает мама. Ну как она что, может бросить его и уехать в какую-то командировку или уехать там свою жизнь как-то устраивать или еще что-то. Название «Город до» — это такой образ, который вы ввели в литературу. Мне кажется, он теперь останется. Ну вот расшифруйте немного его. Вы много об этом говорили, но, наверное, не все слышали. Да, я, для меня это была прежде всего первая нота, да, вот как «до». Потом, потому что у меня же фамилия Ревякина, и мне казалось, что я какая-то вторая нота. Ну там «Ами» — это «Мир», там, «третий». Я музыкальную школу закончила. Это были такие страшные годы в моей жизни. Вот. Поэтому я, конечно, вот когда к нотам отношусь очень трепетно. Страшные из-за зубрюшки, да? Страшные, потому что это все-таки музыкальная школа, это должен быть талант, во-первых, несомненный, которого у меня, конечно, не было. Но, может быть, обучение музыкой повлияло на вашу поэзию? Стихи — это музыка, безусловно, да. То есть меня все-таки, наверное, не зря мучили, но я их как-то не очень любила, этих родителей своих. И образ «до» тоже оттуда же, слава богу. Потом «до» — это еще мера времени, да, вот «до» и «после». Но вот «после» еще не наступило. Донецк сегодняшний — это город между. А «Хроники города до» — сама книжка — это, безусловно, Донецк до всех событий и немножко вот в начале войны. Во главу «угла» ставилась такая мысль, что «до» — это «доминус», «господь», а «ре» — это «рерум», по-моему, это «материя». То есть вот это на латыни я сейчас говорю, а «доминус» — это «господь». Мне вообще всегда казалось, что Донецк — это какой-то благословенный город, а потом появилась эта фраза о том, что, конечно, «господь» должен быть с теми, но должен быть с теми, кто в нем нуждается, прежде всего, стоять вот рядом с этими убиваемыми и каким-то образом отводить эти пули. Я знаю моменты, когда, например, вся семья там собиралась и уходила в гости к соседям там через два дома, а возвращались, и это были уже там, ну, это были руины уже, потому что попадание, прямое попадание в их дом. А неужели это не «господь», который ходит вот рядом с этими людьми и пытается каким-то образом продлить их жизнь и как-то вот вступиться за их судьбу? О чем вы мечтаете? Как вы расставляете в мечтах свои приоритеты? Где-то около двух лет подряд я мечтала о том, чтобы в Донецке наступил мир. Я прекрасно, я перестала вот сейчас об этом мечтать. Почему? Я понимаю, что мир рано или поздно наступит. Рано или поздно наступит мир, наступит примирение, наступит состояние, когда действительно мы сможем взглянуть друг в друга в глаза, потому что любая война рано или поздно заканчивается. У меня есть мечта, но она касается, я даже не знаю, поверите ли вы мне. Много лет назад я для себя решила, что я буду заниматься благотворительностью. Я могу сказать, что я внесла уже определенный вклад в жизнь маленького мальчика, у которого там была нейробластома. Потому что я всегда, прежде всего, потому что я сочувствую мамам, так же, как я сочувствую мамам воинов, которые вынуждены принимать эти гробы у себя дома, я сочувствую, прежде всего, еще мамам больных детей. Потому что большего горя, чем больной ребенок или умирающий ребенок, я не знаю. Вот, например, вот эта книжка в России, доставкой почты России, она продается в пользу мальчика. Его зовут Егор Алексеенко, у него детский церебральный паралич, ему он третьего года рождения, как мой ребенок. Она вот продается, ну, во имя его реабилитации, так сказать. И я вот, наверное, моя мечта, она несбыточная, понимаю? Мне бы хотелось, чтобы дети, дети, они совсем ни в чем не виноваты. Мне бы хотелось, чтобы все дети стали когда-нибудь взрослыми, успели как следует накосячить, потому что взрослые, они всегда косячат. Вот, и как-то там ответить, возможно, даже за свои грехи или не ответить, но прожить какую-то большую жизнь человеческую, вот такую взрослую. Аня, прочитайте что-нибудь из книги, вот что вам сегодня хочется прочесть. И что бы вы хотели? Вот открывает человек книгу и случайно открыл на этой страничке. Вот на какой страничке вам хотелось бы, чтобы впервые открыли вашу книгу? Я, наверное, хочу прочесть, ну, тут есть какой-то некий гимн стихотворения, которое стало уже песней, и причем стало в устах многих людей уже песней, многих музыкантов, я имею в виду. В этом нет трагедии, как мне кажется, в этом тексте, в нем есть смирение. Мы подвальные, мы опальные, кандалы наши тяжелы. Мы идея национальная, мы форпост затяжной войны. Черной совести боль фантомная, боль, что мучает по ночам. Этот дом навнутри огромная, наша ненависть к палачам. Мы священные, мы убогие, мы убоженьки в рукаве, И глаза его слишком строгие, и следы его на траве. Утром встанем, пересчитаемся, похоронимся, поревем. Эх, война, война, девка та еще. Чистоколы да бурелом, заминированные окраины, Человеческий страшный суд. Авель помнит, что всюду каяны, Только высунешься, убьют. Я вот знаете, о чем подумала? Все-таки, ну мы же, Ну так споры эти все время о том, что мы там, Один мы народ, или не один мы народ. Да, и мы часто в этой студии об этом говорим, размышляя. Я так думаю, что трагедия наша была описана гораздо раньше, Чем вообще это все-таки трагедия Каина и Авеля. Съемочная группа программы Москва-Минск Отправилась к известному белорусскому поэту-лауреату Государственной премии Республики Беларусь имени Янки Купалы И специальной премии президента Республики Деятелям культуры и искусства Николаю Метлицкому, Чтобы познакомить его с творчеством Анны Ревякиной. Сам Николай Михайлович хорошо знает, что такое катастрофа. Центральной темой его творчества стала Чернобыльская трагедия, Которая непосредственно затронула родные места поэта Деревню Бабчин Хойкинского района. Он высоко оценил творчество Анны и поделился с нами своим мнением. Для меня это откровение, открытие Стихи этой девочки, женщины, юной. Ведь о трагедии можно писать всяк. Она может, как говорится, в слове отозваться и более пафосно, И как-то с большим напряжением неприятия. Но когда читаешь строки и видишь, что трагедия в душе человека, В сердце человека, в крови его, Что это боль уже нового человека в нашем мире, Человека, который не ожидал такой боли, Жил под солнцем мирным, вырос, верил в те же силы добра. И вот пришла эта трагедия, и она как колокол звучит в сердце. И когда уже даже на наших постсоветских пространствах Может твориться такое зло, То, что нам говорить о других, надо смотреть в себя. Я счастлив, что познакомился с поэзией этой прекрасной поэтессы. Я не только в нее творчество посмотрел, Я посмотрел и в себя. И почувствовал еще более выразительную ответственность Свою собственную за этот мир, за состояние мира. И мне, как поэту земли белорусской, Земли очень трагической судьбы, Хочется еще с большими силами делать то, Чтобы таких трагедий больше никогда не было. Любая война, любой конфликт в 21 веке Выглядит особенно противоестественно и нелогично. Потому что у человечества такой опыт Бессмысленности взаимных убийств, И с другой стороны, такой опыт умения Объединяться и договариваться. И в таких противостояниях так нужны поэты, Чей уровень сострадания выше среднего, Выше обычного, И чье сердце способно сочувствовать Всем невольным участникам и жертвам Этих войн и конфликтов. На мой взгляд, мы познакомили сегодня вас Именно с таким человеком, поэтом Анной Ревякиной. Остается только напомнить, Что если вы приобретете книгу «Шахтерская дочь» через почту России, То вместе с Анной Ревякиной Поможете борющемуся с болезнью Игору Алексеенко. Всего самого доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин